МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если в своё время Пётр I прорубил окно в Европу, Татарстан во главе с Рустамом Минихановым на этой неделе возводил мост России-Исламский мир, конструируя контуры нового миропорядка, который уже формируется на развалинах старого. Этот миропорядок включает в себя не только политическое, экономическое, культурное сотрудничество России с исламским миром, но, по сути, заново формирует многополярный мир, который строится на базе традиционных ценностей религии, семьи и человека. Будут в этом многополярном мире и новые логистические маршруты, которые оставят на обочине Европу. Строительство международного транспортного коридора МТК Север-Юг от Индии до России, по словам Раиса Татарстана, президента моего сердца, Рустама Миниханова, станет ключевым транспортным каркасом Евразии и ответом на негативное экономическое и политическое влияние Евросоюза. Откроет новые неисчерпаемые возможности международного сотрудничества. Строительство нового миропорядка – это, по моему мнению, и есть главный итог 14-го Международного экономического форума «Россия-Исламский мир. Казань-Форум», который проходил под характерным девизом «Россия-Исламский мир. Доверие и сотрудничество». Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Семь дней» в студии Ильшат Аминов. Я не сомневаюсь, Казань-Форум «Россия-Исламский мир» выходит на уровень Петербургского экономического форума, который, увы, на сегодня исчерпал содержательную основу. А после того, как лицом Петербургского экономического форума стал пустой фрик-блогер Милохин, очень сложно будет исправить этот диагноз. Но сегодня не об этом. Впрочем, как у нас все начиналось? Первый «Казанский саммит» стартовал еще в 2009 году, и его площадкой стал комплекс «Пирамида». Лучшее на тот момент место в Казани для проведения такого рода мероприятий. В этом году «Казань-Форум», получивший федеральный статус по указу Владимира Путина, проходил в течение нескольких дней на разных площадках. На «Казань-Экспо», в айти-парке имени Башира Ромеева и в агропромышленном парке Казани. Общее количество участников приблизилось к 15 тысячам. Приехали иностранные делегации из 86 стран мира и 84 российские делегации. Больше 100 сессий – 385 представителей СМИ. Мы еще долго можем поражать вас цифрами. Назову еще одну, говорящую в том числе о качественном росте. В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» «Казань-Форум» было предусмотрено проведение порядка 400 различных мероприятий, среди которых стратегические сессии, конференции, круглые столы и так далее. И у нашего форума есть один, но очень существенный недостаток. И мы должны это подчеркнуть. Его заметил один из участников. Так много интересных мероприятий, такая насыщенная деловая программа, что просто теряешься, как везде и всюду успеть. Тимур Бекмурзин продолжит. Хотя «Казань-Форум» официально рассчитан на три полных дня, ясно, что фактически он гораздо продолжительнее и масштабнее. По сути, даже если считать старт мероприятия с момента прибытия первых участников, это плюс несколько дней важной встречи и контактов. Еще за день до официального открытия на нескольких площадках форума «Кипит работа». В торгово-промышленной палате стартовал мировой форум ТПП. Весьма полезное и значимое событие. А в новеньком IT-парке имени Башира Ромеева в «Казань» обсудили практические механизмы выхода бизнеса на зарубежные рынки. Какого бизнеса? Российского, конечно. А на какие зарубежные рынки? В первую очередь исламского мира. А это и Ближний Восток, Центральная Азия, Африка, конечно. Индия, Китай. В длительное время интерес наших предпринимателей был связан в основном с Европой и Америкой. Эксперты на конференции разъясняли. Это обманчивое ощущение, что выход на эти пока не столь знакомые рынки стран с мусульманским населением – что-то экзотическое. Эти рынки, они оставались вне поля зрения, а рынок является гигантским. Там есть деньги. Они за последние 50 лет очень сильно продвинулись. Я думаю, что Татарстан – это не только здесь, он в сердце у меня тоже есть. И это наша ответственность, чтобы мы работали вместе. Второе. В любом случае успешный бизнес – это всегда улица с двусторонним движением. Экспорт в эти страны – дело, конечно, перспективное, но нам важны и наши исламские партнеры как потенциальные инвесторы. А инвестиции, как известно, всегда идут туда, где их готовы принять. С этим у нас основная проблема, говорит известный эксперт по исламскому финансированию Шамиль Шавхалов. В этом плане значение форума в Казани крайне важное. Нам нужно показать, в том числе и нашим внешним партнерам, что мы готовы меняться, подстраиваться и под их интересы и потребности. Это еще место, в котором мы показываем внешнему миру, в том числе арабским странам, азиатским странам, Турции и другим странам, о том, что мы готовы к тому, чтобы вы в нас вкладывали и развивали. Контакты, контракты и контакты для ради того, чтобы появились новые контракты. Один из неофициальных девизов этого форума, который превосходит все предыдущие, конечно же, в разы. Несколько локаций Казани-экспа, одна из основных, около 15 тысяч участников из 86 стран мира и 84 регионов страны России. И еще одна цифра, которая меня вдохновляет больше других. Около 200 различных мероприятий, панельных дискуссий, бизнес-форумов, конференций, на одну из которых мы сейчас отправляемся. Около 200 мероприятий, это только за один день. Если считать все мероприятия и встречи за 3-4 дня, можно смело умножать эту цифру на 2, а то и 3. Интенсивность деловой программы такая, что все завтраки, ланчи давно превратились в полезные мероприятия. На этом деловом завтраке с участием Раиса Татарстана Рустама Миниханова речь о новых международных прямых иностранных инвестициях. Вместе с представителями России за столом гости и партнеры из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Приглашенный модератор Даут Альшизави, президент ежегодного инвестиционного форума, придает более солидный статус и без того авторитетному собранию. Хотел бы выразить благодарность за братство и чувство дружбы, за поддержку. С вами встречаемся в непростое время, когда происходят глобальные изменения. Сталкиваемся с сильными вызовами для мировой экономики. И мы видим большой потенциал в подобных мероприятиях, которые поддерживают инвестиции. Нас поддерживают, полностью поддерживают нашу политику. Наши стремления разделяют наши ценности. Нам надо двигаться. Для нас это и очень хороший шанс, и возможности. Еще одно наблюдение. Практически все модераторы – это авторитетные эксперты, глубоко погруженные в тему экономики и инвестиций. Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты России, лично выступил ведущим нескольких мероприятий на разных площадках. На Казань-Экспо речь шла о слаженном взаимодействии и осмысленном будущем. Так называлась полинарная дискуссия. Огромное количество и прибыло наших коллег. Я могу сказать, что у нас там почти 42 торгово-промышленные палаты российских прибыло. По-моему, 10 палат зарубежных приехали наши коллеги. Если же говорить об осмысленном будущем России, то оно все в большей степени связано со странами исламского мира. Это выгодно всем, заметил в процессе дискуссии министр экономического развития России Максим Решетников. Если мы посмотрим параметры экономики стран-организаций исламского сотрудничества, то на сегодняшний момент это 15% мирового ВВП, это 12% глобальной торговли и четверть населения. То есть это важнейшая часть мировой экономики. Более того, экономика исламских стран в последние годы растет темпами, существенно превышающими среднемировые. По прошлому году в полтора раза темпы роста экономики стран исламского мира превысили среднемировые. Мы можем сотрудничать по целому ряду конкретных вопросов и областей. Тот же Татарсан производит огромное количество товаров, которые могут быть востребованы в странах ОИС. Российские технологии, продукты питания, ноу-хау, все это то, что нужно нам. С другой стороны, страны ОИС, той же Африки, имеют землю и другие ресурсы, которые нужно осваивать. Это может быть интересно России и Татарстану. Выставочные площади Казанфорума – это отдельная история. Несколько огромных павильонов, где свои стенды представили не только крупнейшие промышленные, энергетические и любые другие компании, но и ведущие регионы Приволжского федерального округа, предприятия малого и среднего бизнеса, государственные ведомства и, конечно, друзья-партнеры из исламских стран и братской Белоруссии. Здравствуйте, Габбатин Раис. Очень приятно вас видеть. Приветствуем вас в наш стенд в Сенегал. И вместе мы в Русский культурный центр «Калинка» в Сенегале. Вы видите будущее людей, которые строят это будущее. Такое может случиться только на полях Казанфорума. Во время обхода экспозиции и выставки с участием Раиса Татарстана было подписано важное соглашение о развитии исламского хоккея. А генеральный директор компании «Татнефь» Найль Маганов еще раз показал, что он активно трудится еще и в качестве президента Организации развития хоккея исламских стран. Еще один показатель грандиозности и масштабности Казанфорума – вот эта выставка на улице перед площадкой «Казан-Экспо». На территории 3000 квадратных метров представлена продукция 20 татарстанских компаний и компаний из Белоруссии и Москвы. Это самая разнообразная техника и продукция, не только сельхозтехника, но и электробусы, электрозаправки, яхты и, конечно, КамАЗы. И на этой выставке свои экспонаты с прицелом на эксклюзивность и новизну. Российский электрический грузовик-беспилотник. Грузовик отечественного производства, грузоподъемностью 2 тонны, запас хода 200 километров. Или уникальный мостовой пролет из композитного материала. А этот экспонат может быть особенно интересен не только отечественным, но и зарубежным инвесторам, особенно в контексте мегапроектов в области логистики и транспорта, о которых на форуме говорили постоянно. Особняком стоит, конечно, проект Международного транспортного коридора «Север-Юг». Так получилось, что за сутки до старта форума в Казани Россия подписала важнейшее соглашение с Ираном о строительстве части коридора, участка железной дороги Решт-Астара. Строительство участка планируется завершить в 2027 году, а к 2030 году грузопоток по МТК «Север-Юг» вырастет в три раза до 45 миллионов тонн ежегодно. Сейчас около 15 миллионов тонн. Потенциал же еще выше, рассказал на основной пленарной сессии форума первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Расчеты экономистов показывают, что потенциал грузопотока по этому проекту составляет от 60 до 100 миллионов тонн. И в этой связи этот проект – это действительно крупнейший инвестиционный и транспортный проект. Но чтобы даже приблизиться к обозначенным цифрам, нужно работать более чем напряженно. Прежде всего, Россия совместно со своими ключевыми партнерами, в данном случае Азербайджаном и Ираном. Делегация этой Исламской Республики не только одна из самых внушительных, но и активных. На полях форума мы встретили влиятельного президента ТП Ирана Галама Хосейна Шафаи. Россия – наш стратегический партнер. Наша цель и задача, чтобы в ближайшее время достичь показателя товарооборота между нашими странами в 40 миллиардов долларов. Учитывая нынешние темпы сотрудничества, это вполне реальная цель. Транспортные мегапроекты – это не только физическое строительство автодорог, железных дорог и портов. Это комплексное решение всех, в том числе и сопутствующих вопросов, говорили на форуме. Организационно-технических в первую очередь. Организационные механизмы реализации этого проекта – это, например, это единый документ. Понимаете? Это согласовать тарифы. Это согласовать таможенные правила. Отстает из сервис, говорили участники Казанфорума. Один из ключевых вопросов – создание условий для полноценного развития исламского финансирования в России. Законопроект о партнерском финансировании принят в первом чтении. Сейчас идет шлифовка отдельных его положений деталей. Почему так долго? Вопрос, как нам пояснили эксперты, не самый главный. Первоочередное – есть понимание, что его нужно принимать и быстрее внедрять в пилотных регионах. А это Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан. Мы все должны, на самом деле, отработать, чтобы вот этот пилот был показательным, и дальше уже эти инструменты должны транслироваться и на другие субъекты. Те предложения, которые давал Сбер, они услышаны. Они вошли в финальную редакцию. Это вот та редакция, при принятии которой она серьезно поможет продвинуть данное направление. Если мы сегодня бы открыли вот это окно так называемого партнерского банкинга, мы бы получили и инвестиций намного больше, и торговых партнеров экспортно-импортной операции смогли бы совершать. Это для нас, конечно, окно возможностей. Есть ли у нас сейчас удовлетворение от проделанной работы на форуме? Пока рано. Говорить важнее, о чем еще раз подчеркнули участники пленарной сессии. Есть оптимизм от того, как складываются наши отношения с исландским миром. Пока потенциал гораздо выше того, что уже сделано, но это лучше рассматривать с позитивной стороны. Мы видим перспективу, мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах, транспортная, продовольственная, обмен товарами, технологиями. И вот сегодняшний форум тому подтверждение. Отдельно хочу сказать слова благодарности Рустаму Магаляевичу вам и вашей команде. Вы много лет выстраиваете отношения с исламским миром, вас знают, вы не ленте, сами ездите во все страны, у вас везде личные контакты. Поэтому президент и принял решение, что именно в Казани мы проводим этот форум. И я очень надеюсь, что всем присутствующим в зале и тем, кто был на форуме, наше мероприятие понравится, будет полезным. И в следующем году мы должны провести его еще на более высоком уровне. Модератор сессии, бывший шеф Московского бюро Аль-Джазира, а ныне директор канала ТН Амру Абдель-Хамид тепло благодарил Рустама Миниханова за гостеприимство и прекрасную организацию форума и поинтересовался, А что можно посмотреть в Казани, если задержаться подольше трех дней? Ответ Рустама Нургалеевича весьма красноречив. Когда приезжаешь в какой-то город, а Казань он с большой историей город, вы видите Мещать, видите православный храм, и это не только в Казани, это по всей республике. Поэтому вот эти вещи надо увидеть и проникнуться. И вообще оставайтесь здесь, а все вы будете уезжать. Хорошо у нас. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Еще раз назову эти внушительные цифры. 86 стран, 84 субъекта федерации. Это рекордный показатель, как по количеству делегаций, так и по количеству участников. Наиболее многочисленные зарубежные делегации, в составе которых было 100 человек, прибыли из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Интерес, который вызвал форум, статус, количество гостей, география стран. Все это подтверждает, что Россия очень далека от изоляции. Нашу страну с исламскими государствами связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. И дело не только в сотрудничестве в экономических соглашениях. Культура и традиции разных стран на форуме, можно сказать, слились в единый голос. Оказалось, нас очень многое объединяет. И, пожалуй, самое главное, Татарстан вызывает доверие у исламского мира и желание сотрудничать. Мы рады встретить здесь лидеров России и Татарстана, в том числе и Раиса Республики. Сама организация на высшем уровне. И наша совместная работа на этом форуме в очередной раз подчеркивает дружбу исламских стран, уважение друг к другу. Я думаю, это новый виток, новая дорога на пути к единству. Единству экономическому и духовному. Потенциал очень большой. И республика сама развивается очень стремительно, очень интенсивно. Но все видят успех, действительно, социально-экономическое развитие Татарстана и Казани тоже. И, конечно, сегодня мы уже начали обсуждать вопрос о том, что в следующем году будет саммит еще БРИКС. Это очень серьезно. Не просто в России, Россия будет председателем БРИКС, но именно в Казани. И многие стали спрашивать, а что такое Казань? Мы никогда не были. Я говорю, вот приезжайте, увидите. И вам очень понравится. Будет очень хорошо, приятно и очень полезно. Мы считаем Татарстан очень важным регионом и уверены, республика может стать восточными воротами Российской Федерации для входа бизнеса. Безусловно, Татарстан может наладить очень плодотворное сотрудничество с Ираном и стать неким хабом, центром притяжения, через который можно будет заходить на восточную территорию России. Я вижу вот этот любовь и уважение к культуре Татарстана. На стенах портреты ваших символов, ваши писатели, ваши поэти. В каждом зале есть что-то написано о культуре и истории Татарстана. Очень красивый город, очень приятно людей быть. У нас очень приятная атмосфера вы создали для участников форума. Слышали о Казани и Татарстане, что это спортивный регион, что вы одна из ведущих республик России. Но, приехав сюда, увидели, какая Казань еще и красивая. Ее архитектура, традиции. Чувствуется, что вы неотъемлемая часть всего мусульманского исламского мира. Был форум Россия-Африка. После этого мы видели новое подвижение, и мы понимаем, что на самом деле БРИКС, все остальное показывает, что мы можем сами решить, кто лучше для нас как партнер, и кто более справедливее будет с нами работать. И в этом числе Россия в одной из первых трех, которые называют. И я считаю, что это важно, чтобы мы это продвигали, и это важно, чтобы мы это дали понять с двух сторон. И со стороны России, что Африка вас ждет, и со стороны Африки, что Россия здесь. Благодарны Рустаму Моргалевичу за ту поддержку, которая оказывается. И у нас с Донбассом уже складываются у Республики Татарстан достаточно теплые отношения. То есть и здесь важны экономические контакты, опять же взаимовыгодные между регионами, между субъектами. Я думаю, существует очень серьезная перспектива в плане экономического взаимодействия. Площадка, простым языком, если объясняться, она уйму времени экономит всем главным регионам. Это вот, чтобы со всеми встретиться, это надо полгода только объезжать весь мир. Понимаете? А тут мы в коротком режиме встречаемся с нужными нам людьми. Тут же производственники, тут же выставили продукцию. Сюда приезжает весь мир. Вся планета, весь мусульманский мир собирается у нас дома, в нашем родном Татарстане. И мы, если бы даже захотели объехать те делегации, тех бизнесменов, мы бы потратили на это несколько лет. А они здесь все в одном месте. Они видят нашу гостеприимную республику, наш город. И мы здесь с ними проводим каждодневно по 10, 15, 20 встреч. Я работаю в крупном издании о туризме, но это мой первый визит в Казань. И я хочу сказать, что приятно удивлен, какой у вас замечательный регион. И у меня появилось много работы после того, как я встретил здесь людей, которые так много могут рассказать о Татарстане. Даже если не успею написать все, надеюсь, что продолжу это делать уже на следующем форуме. Обязательно приеду. Я верю, что в дальнейшем мы сможем снять все ограничения, сделать безвизовые посещения. Мы сможем свободно ездить друг к другу, как туристы и не только. Все мы друзья. Это мое личное мнение. Мы очень рады, что нас тепло, отрадно приняли. Такие форумы, которые проводят на данный момент, это увеличение коридора с северю, восток-запад. Это непременно даст импульс, даст рост нашим всем странам для дальнейшего развития. Я счастлива находиться в Казани. Я уже здесь была. Посещала Казанский университет. Впечатления самые приятные. И сейчас я рада, что нахожусь на форуме, который объединяет разные исламские страны. И, конечно, приятно представлять здесь Египет. Мне кажется, в Татарстане ислам служит объединяющей силой. Здесь чувствуется душа, здесь люди наслаждаются жизнью. В проведении столь масштабного форума очередной экзамен для Татарстана на умение проводить мероприятия высокого международного уровня. Работу этого механизма обеспечивали тысячи людей. Специалисты разных отраслей, самого высокого класса. Круглосуточно работали и мои коллеги-журналисты, в том числе и холдинга ТНВ, которые сделали, пожалуй, самую полную картину саммита. А за кулисье работы форума, чем он удивлял гостей, вам расскажут только наши корреспонденты. Чем хорошая хозяйка встречает своих гостей? Конечно же, столом богатым, красивым. И Казань в этом плане, конечно же, не может не придерживаться масштабов восточного гостеприимства. Мероприятие международного экономического форума начинается за несколько дней до деловой программы. На кухне пылает и шкварчит, взбивается и лепится. Гостей угощают изысками национальных кухонь. Основа одна, но уникальных рецептов тысячи древних, как и сами народы. Полторы сотни лучших шеф-поваров из 13 стран готовятся к кулинарному поединку. Вот так работать, чтобы гости эту внутреннюю кухню не заметили, но не значит, что не оценили, задача сотен людей, обеспечивающих комфортную среду для работы участников форума. Главные проводники в мир Казань форума – волонтеры. Большинство из них – так называемые навигаторы. Всего задействовано 838 человек. Конкурс при отборе был два человека на место. Требованием волонтеров, как и любому международному мероприятию первичное, это, конечно, опыт работы. Это знание иностранных языков, английского и арабских языков. Это необходимость пройти все этапы обучения. Все члены команды прошли три больших блока – общее, ориентационное, функциональное, объектовое обучение. Большое внимание в рамках обучения было уделено особенностям коммуникации с представителями исламского мира с учетом специфики данного форума. Собственно говоря, ну и расположение временем, да, с тем, чтобы все, вся эта рабочая смена отработать в полном объеме. Одна только выставка инвестиционных проектов развернулась на площади в 20 тысяч квадратных метров. Плоская подошва – правильный выбор. Павильоны начали монтировать за неделю. На этот самый заметный и благоухающий, где собирались бизнес-вумены, шло 15 тысяч роз, орхидей и еще с десяток цветов с непроизносимыми названиями. Букет собрали весом более чем в полторы тонны. Три дня все простоят. Могут и недели. Просто здесь жарко. Так могут дольше простоять. Монтировали мы сутки оформления. Для перевозки участников задействовано 230 транспортных средств. Регистрацию прошли более 14 тысяч человек из 86 стран. И это рекорд для многолетней истории Казанского форума. Чтобы точно понимать друг друга, исходя из стратегических задач и партнерского соглашения, в тончайших нюансах работают 99 переводчиков. Элита – синхронисты. Их, как правило, не видно, но хорошо слышно. Работа 20 на 20 в минутах для перевода и отдыха. И так пока участники сессии, конференции, переговоров не наговорятся. Задержка примерно сколько идет на осмысление? Ой, господи, я не знаю, честное слово. Но задержка, она, безусловно, получается всегда. Но с точки зрения человека, который сидит в кабине у микрофона, он изо всех сил старается ее не допустить. Терминология очень важна, потому что синхронисты, равно как и несинхронисты, работают в разных областях. И если мы не без себя приняли решение, что мы работаем с медициной, огнодобывающей промышленностью, абсолютно любой, то мы должны, разумеется, разобраться в этой теме, для себя составить глоссарий, то есть это необходимый словарный запас для того, чтобы помочь участникам коммуникации коммуницировать. В ином случае коммуникация не состоится, и это будет вина переводчика. Самые новейшие разработки Татарстан представляет. Электромобиль Атом пока в единственном экземпляре. Это его первый официальный выход на широкую публику. Раздвижные двери и минимализм панели управления, его уже прозвали автомобиль-гаджет, применен человеком машины-интерфейс, инженерные решения для лучшего взаимодействия водителя и автомобиля. Вряд ли когда-то машины будут умнее человек, по крайней мере, я на это надеюсь. Но автомобиль достаточно умный для того, чтобы помогать в повседневном использовании осуществлять движение, паркинг и система помощи водителя, которая будет представлена у нас в серии, как раз таки будут давать возможность максимально удобно и комфортно осуществлять движение. Автомобили не могли не вызвать повышенный интерес. Но где еще можно вот так запросто почувствовать себя водителем или пассажиром марки автомобиля, на котором ездит глава государства? И на один из выставочных экземпляров нашелся покупатель. Впрочем, мозаика свободной от официальной деловой зоны Казань-экспо складывалась цветными пятнами, орнаментами и звуками, почти родными и домашними для тюркских народов. Вот национальное достояние – туркменские шелковые и шерстяные ковры. У нас наша ручная работа лет не считается, от качества зависит. Если качество лучше, уже 100-150 лет даже есть такой ковер. И юрта кочевников – стационарная, надежно скрепленная, 20 квадратных метров, квадратура по нормативу раннего средневековья на молодую семью. И здесь же уникальная коллекция старинных музыкальных инструментов. Это боевой лук. Люди всегда стремились к музыке. К боевому луку вместо тетивы можно было натянуть концыки волос, а второй лук использовать в качестве смычка. И так появился старинный инструмент, называемый кыл или калысах. А потом уже появился инструмент под названием кылку-быс. Это общий тюркский музыкальный инструмент. Казань-форум – это, конечно, про будущее, которое вот оно – искусственный интеллект, в усовершенствовании которого сейчас конкурирует лучшие умы IT-сферы. Задача, которую он может выполнять, зависит от того, какой инструмент на него повесишь. В данном случае здесь просто стоит захват, который может захватывать какие-то предметы и перемещать. То есть он может в данном случае обслуживать машину и перекладывать капсулы. Можно повесить туда сварочную головку, он будет роботом-сварщиком варить шов, красиво вести, равномерно, не ошибаться, как сварщик, там будет все стабильно. Давайте чашку кофе пока попробуем. Давайте. Ну а пока искусственный интеллект, программа-квалификация, которой многопрофильный манипулятор делает кофе, ее собрат по разуму в соседнем зале проводит дискуссию о будущем IT-бизнеса. Языковая модель ChatGPT участвовала в нашей панельной дискуссии. Она отвечала на вопросы вместе со спикерами, которые принимали участие, часть оффлайн, часть онлайн. Кто умнее? Сложно ответить, на самом деле. Но я думаю, что человек умнее, если говорить в целом, потому что все-таки искусственный интеллект, языковая модель, это скорее имитация, будем говорить, ума, имитация интеллекта, которая умеет очень хорошо обобщать данные, обобщать информацию и выдавать некоторые резюме. А в огромном шатре на кухне, открытой как на ладони, все так же над лучшим вкусом, казалось бы, таких простых и проверенных временем блюд конкурируют лучшие повара. И в каждом новые нюансы тонкие, как и вся восточная кухня. Международный экономический форум завершил свою работу. А проверенные и новейшие рецепты гостеприимства остаются в Казани, которая гостей принимать и любит, и умеет. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников. Семь дней. Тема халяль стала одной из основных и обширных на Международном экономическом форуме России и Исламский мир Казань форум. В его рамках прошла международная выставка индустрии халяль. Russia Halal Expo. Крупнейшая в России площадка халяль индустрии. Среди участников представители практически всех отраслей экономики. Потому что халяль не просто еда, как многие думают, а образ жизни. В России, в отличие от многих мусульманских стран, эта индустрия пока только набирает обороты. Каковы требования к производителям халяль-продукции? Насколько востребованы российские товары в странах мусульманского мира? И что нужно сделать, чтобы они там были шире представлены? Зуфар Давлетшин. Поприветствовать ближних и прочитать молитву. С этого начинается у мусульман любое дело, в том числе халяльная продукция. И в этом случае арабский язык межнационального общения. Во всем мире приверженцы ислама приветствуют друг друга одинаково и продолжают на родном языке. Агропарк Казань на этой неделе отказался от всего, что мусульмане называют харам, то есть несоответствующим требованиям шариата. Если говорить про мясо, то для простого обывателя все, что не свинина, уже халяль. Но люди сведущие знают, что не любая говядина, не любая баранина или курица является продукцией халяльной. Для этого мясо должно быть произведено по особым традициям, по особым исламским канонам. Фаэль Хусаинов именно в день открытия халяль-маркета получил долгожданный сертификат. Производством полуфабрикатов занимается с 2015 года. И чтобы соответствовать канонам ислама, надо было не только правильное мясо использовать. Мы полностью вымыли свое производство. Это ритуально омовение называется. Халяль – это не только мясо, это еще и чистота, и душевная чистота. В процессе проверки у нас возникало много вопросов. Мы как бы по наитию их все соблюдаем, да, действительно у нас все халяль, но также есть все новые и новые моменты, которые нужно познавать. Требования халяля, чтобы мясо было ручного забоя с произнесением молитвы, естественно, чтобы отсутствовали, например, в лавашах цветных животные красители. Знак халяль должен означать, что товар качественный. Собственно, это признают и зарубежные гости, которые успели попробовать татарстанскую правильную продукцию. Когда смотрю на все ваши сосиски, которые вы здесь, и вся шаркутерия, которая продается здесь халяль, я знаю, что по вкусу мы далеко-далеко получаем хуже качество в Сенегале. Мои друзья, когда смотрят, они говорят, да, у меня-то уверены, что это халяль? Я говорю, да, они говорят, оно так, не как наше, у нас оно как бумага. Сегодня в России проживает более 20 миллионов мусульман. Неудивительно, что практически во всех сферах экономики активно развивается халяль индустрия. Халяль индустрия – это не только продукты питания, это и промышленная группа, медицина, туризм, образование, финансы и инвестиции. Только в нашей республике начнется более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль. Потенциал здесь огромен, и я думаю, что таких предприятий должно быть там 10-20 раз больше. Вот логотип, восьмоконечная звезда, каждый конечный означает свое обозначение. И здесь как раз все халяль. Первое – это щедрость, второе – это сострадание, третье – это повоение Всевышнему, четвертое – это сохранение семейных ценностей и так далее. Предприниматели из Узбекистана тоже утверждают, что их овощи и фрукты сами по себе халяльные, потому что сами растили, сами собирали. Но это, как говорится, еще и доказать надо, то есть получить сертификат. Направлением халяль, наверное, года три только занялись. Да, экспорт продукции всегда в республике ввелся. По итогам прошлого года у нас общий экспорт превысил 400 миллионов долларов продукции сельскохозяйства. А продукции халяль, если не ошибусь, около 6,5 миллионов долларов. Это тоже, можно сказать, за три года он с нуля моего выросли. Это продукция, к которой относятся с уважением, и ее ищут на прилавках не только представители населения, исповедующего ислам. Тема эта вышла на федеральный уровень, то есть теперь сертификация на правильность – дело государственное. И за границей в этом нам помогает. Кадры для подготовки документов воспитываются в Российском исламском институте, расположенном в Казани. Но халяль-продукция – это не только его производство, еще надо готовить документы. То есть это должны быть стандарты, это аккредитация, это выход на международный рынок. Поэтому задача России, органов госстандарта, аккредитации – разработать те стандарты, которые были признаны везде. Это на самом деле не так просто. Но в этом направлении мы работаем. К концу этого года или к началу следующего уже состоится первый экспорт товаров халяль в страны, допустим, Персидского залива, которые будут сопровождены уже нашими сертификатами. Мы уважаем каждые требования каждой страны. Поэтому, когда мы будем работать с Персидским заливом, мы будем брать те стандарты, которые есть у них, и делать так, чтобы орган был готов пройти аккредитацию по их стандартам. Причем требования стандартов халяль – это не в противовес международным стандартам качества, а вместе с ними и скорее дополняют эти требования. Прорабатывается на федеральном уровне стандарты, как должны быть услуги, туризм халяль, далее как должна быть продукция, банковская продукция, продукция питания. Так как национальные стандарты только-только в 2023 году приняты, а сейчас уже наши, так скажем, министры понимают, что такое халяль. Целая экипа документов, где колоссальную работу и проделывают в направлении Роспотребнадзора, они свое направление знают, ветеринария свое направление знают, санпины, таможенные союзы. Говоря о халяле, мы должны понимать, что если смысловое значение дозволенного Всевышним Творцом, то Россия все больше сегодня говорит об приверженности к своим традиционным ценностям, в их числе и религиозные уже ценности, правильно. Мы видим, что ни одна из мусульманских стран не присоединилась к санкциям против нас, не поддержали, и ни одна из мусульманских стран не вошла в список недружественных по отношению к России странам. Продукция по стандартам халяль в каком-то смысле оказывается объединяющей силой и не только для мусульман. Она не противоречит канонам других религий. В исламском мире несколько организаций, сертифицирующих продукцию. Одна из таких в Бразилии. С середины 20 века занимаются этим на всю Латинскую Америку. Хвала Всевышнему, что Россия, и в частности Татарстан, держат свой путь на развитие халяль-индустрии. Мы намерены подписать меморандум о сотрудничестве с Республикой Татарстан для развития халяль-рынка. Российский рынок очень большой, и мы заинтересованы, к примеру, в товарах легкой промышленности. Нет большой разницы между нашими и российскими стандартами халяль. Мы все мусульмане. Но есть свои особенности в получении сертификатов. Нужно пройти аккредитацию. Мы заинтересованы в поставках из России мяса, курицы, напитков, косметических товаров. И это все требует сертификации. Когда одни в ущерб себе отказываются от сотрудничества с Россией, другие для наших производителей открывают новые двери. Доступ к производству, который находился в Европе, у нас прекратился. Соответственно, в прошлом году совместно с Казанским архитектурно-строительным университетом мы вместе разработали новые технологии, на основании которых мы производим емкости для воды. На сегодняшний день у нас стоит задача по экспорту. Соответственно, мы ищем сейчас партнеров активно. Теплые страны, да, это Африка. На сегодняшний день тоже провели переговоры с Алжиром. Как бы такие, скажем так, страны, где действительно с водой есть сложности. Предприниматели смотрят на Восток, Азию, Африку. Это сотрудничество взаимовыгодное и объединяющее тех, кто за правильные традиции. Эта тема сближает и представителей культуры, например, кинематографистов из разных стран и не только мусульманских. И представители медиасреды тоже сошлись на том, что в такое непростое время нужно объединяться, чтобы сохранить традиционный мир. Законодатели говорили о том, что Татарстан в очередной раз показал пример международного сотрудничества. И речь здесь не только, опять же, о религии. Это признается на всех уровнях. В настоящее время, когда в мировой повестке растет конфронтация, усиливается значение объединяющей силы региональной и парламентской делегации. Такие контакты хорошим мостом являются для того, чтобы мы укрепляли и взаимопонимание налажили по всем вопросам. Главный слоган наших мероприятий сформулирован как «доверие и сотрудничество». Доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами, не только в сфере экономики, но и во всем многообразии нашего сотрудничества. Глобальная индустрия халяль быстро росла за последние десятилетия и оценивалась в 7,2 триллиона долларов США в 2020 году и достигнет 11,2 триллиона долларов США в 2028 году. Рост населения в мусульманских странах, равный как и понимание того, что продукты халяль безопаснее и этичнее, вызвало повышенный спрос на эти продукты во всем мире. В рамках форума у руководства Татарстана министерств и ведомств прошли десятки, если не сотни официальных встреч, подписания соглашений и меморандумов. Тон работоспособности всей команде Татарстана задал раис республики президент моего сердца Рустам Миниханов, который, казалось, не знал ни знаний отдыха. Премьер-министр Таджикистана Кахир Расул Зада, министр юстиции, исламских вопросов и благотворительных фондов Бахрейна Нуав бин Мухаммад аль Мауда, госминистр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани Ахмед аль Зауди, министр торговли Пакистана Саид Навид Камар. Простите, не смогу даже перечислить все встречи Рустама Миниханова. Это займет полпрограммы. Подробности у Диляра Юсуповой. 17 мая в Катанском Кремле Рустам Миниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кахиром Расул Зада. Совместный товарооборот Татарстана и Таджикистана превысил 30 миллионов долларов, но его объемы остаются небольшими, его можно увеличить кратно. Среди приоритетных направлений машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, биотехнологии, информатизация. Татарстан заинтересован в поставках в Таджикистан вертолетов, нефтехимии, сельхозтехники, продукции халяль. Также Рустам Миниханов принял в Казанском Кремле высоких гостей из Малайзии, Палестины, Бахрейна, руководства ОИС. Со всеми давние партнерские дружеские отношения и даже исторические корни. Раис Республики встретился с губернатором провинции Хеврон из Палестины Джибрин Ирс Абет Аль-Бакри. Обсудили высокий уровень российско-палестинских отношений. А вот Рустам Миниханов встречает Ахмада Кавеса Сингендо, заместителя генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества. Она объединяет 57 мусульманских стран, считается второй крупнейшей международной организацией после ООН. А это делегация из Бахрейна. Ее возглавляет министр юстиции, исламских вопросов и благотворительных фондов Нуафф Бин Мухаммад Аль-Мауда. Руководство Российской Федерации передает огромное значение взаимодействию с Бахрейном. Наши страны имеют схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Ну и наши руководители, президент России и уважаемые короны охраны поддерживают постоянный контакт. С делегацией из Малайзии давние партнерские и даже дружеские отношения Райс Республики принял министр высшего образования Мохаммеда Халеда Нардина. Именно в Малайзию делегация из Тарстана приезжала во время создания Иннополиса. Тогда они посетили главный офис Малайзийской корпорации развития информационных технологий в городе Киберджае, в переводе «Кибергород». Уже 18 мая Рустам Мениханов провел встречу с послами на странах государств в России. Присутствовали дипломаты из более 30 стран. Только за прошлый год товарооборот со странами ОИС превысил 3 миллиарда долларов США. Почти половина приходится на торговлю со странами СНГ. Вместе с тем объем со странами дальнего зарубежья вырос почти в два раза. С министром торговли Пакистана Рустам Мениханов обсудил перспективы сотрудничества между регионами. По словам Раиса Республики, можно наращивать обороты в торгово-экономической сфере, образовании, туризме и культуре. У нас был прекрасный визит в 2017 году. У нас были очень теплые и хорошие встречи с главным министром. Высоко оценили экономические потенциалы республики и представители Узбекистана. Рустам Мениханов провел переговоры и с заместителем премьер-министра Узбекистана. Сегодня это один из ведущих внешнеэкономических партнеров Сатарстана. Между регионами крепки не только деловые, но и культурные связи. В Сатарстане сегодня проживают почти 9 тысяч узбеков. Развитие отношений с Туркменистаном обсудил Марат Куснулин с генеральным директором агентства транспорта и коммуникации Мамедханом Чакыевым. Участие принял и Рустам Мениханов. В каких направлениях работаем? Автомобильная тематика, нефтяная тематика, по судостроению есть. Как раз коллеги тоже здесь. Будем изближать позиции. Вопросы молодежной политики и реализацию совместных программ Рустам Мениханов обсудил с делегацией министров молодежи страны ОИС. Встреча прошла на площадке Казань-форум. Раис Республики особо отметил важность движения первых для воспитания и саморазвития молодежи. Следующая встреча состоялась с руководством транспортной группы ФЕСКО. Говорили о развитии контейнерных перевозок, а также реализации совместных проектов по подготовке специалистов. Также 19 мая в доме правительства Рустам Мениханов встретился с делегацией султаната ОУМАН. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и промышленности, увеличения взаимного товарооборота. У Татарстана есть много возможностей, в первую очередь в области экономики, и этому процессу следует придать динамику, ответил Раис Республики. Мы продолжаем программу «Семь дней». Своим мнением о форуме в телеграм-канале поделилась и дочь известного российского политика Ксения Собчак. Пожалуй, дочь – это главное ее достоинство. В своем телеграм-канале она написала про Казанский форум. Цитирую. «Наши уважаемые партнеры прелесть какая! Русский мир, исламский мир, Дугин, боевики, Талибана. Вот вам наш новый культурный код, друзья мои. Ноете про то, что закона о домашнем насилии до сих пор нет? Скажите спасибо, что камнями на Красной площади не забивают и покрытые не ходим». Конец цитаты. Вот такое примитивное, если не сказать больше, восприятие исламского мира. Да бог с ней, Собчак, знаний и кругозор не являются главными ее достоинствами. Безусловно, на рядах английской принцессы Меган Маркл она разбирается лучше. Меня волнует, что в ее сообщении выражена позиция определенной части российского общества, невежественно агрессивного меньшинства, находящегося в плену глупых и ложных стереотипов об исламском мире. А ведь это очень богатый и разнообразный мир. Что им можно посоветовать? Только одно. Приезжайте в Татарстан, поговорите с умными людьми. Пока не поздно, откройте через Казань дверь в бурно развивающуюся фантастическую исламскую цивилизацию. Иначе вы сами можете оказаться на задворках истории. Кстати, в павильонах Казань форума, пожалуй, самым выделяющимся был павильон, где проходил трек «Женский взгляд», объединивший делегатов из 30 стран. И все они предприниматели женщины из мусульманских стран, достигшие успеха каждой в своей сфере. И признаюсь, многие гости попросту ломают сложившиеся стереотипы о женщинах Востока. Итогом встреч стало подписание 9 соглашений о сотрудничестве. О работе павильона, в который заглядывали мужчины, но не решали зайти, Татьяна Тимошенко. Мимо этого павильона, без углов, с зеркалами и в розовых цветах, конечно же, пройти мимо невозможно. И здесь обсуждают как раз «Женский взгляд». Такой концентрации красоты, энергии успеха, спокойствия и достоинства, пожалуй, более не было ни в одной части Казань-экспо. И где еще услышишь такое обращение на деловом форуме, дорогие подруги? «Сегодня настал тот период, когда женщины должны понимать, что женская дружба – это на самом деле серьезный двигатель экономики. И в одиночку уже нельзя более развивать свой бизнес. Только объединение позволит это делать. Причем не только на уровне Российской Федерации, но и с выгодом на зарубежные рынки. И я безумно рада тому, что сегодня в рамках Казанского форума поставлен этот вопрос, и «Исламский мир» сегодня очень плотно подключен к этой теме. Особенно с учетом того обстоятельства, что женский бизнес в «Исламском мире» только-только начинает устанавливаться. Главные темы обсуждения совсем не в розовых тонах современные условия и тенденции, которые определяют развитие женского бизнеса. В том числе было заявлено и о создании бесплатного образовательного проекта для повышения юридической грамотности для женщин, начинающих или уже ведущих свое дело как основу реализации принципа «Не я сама, а не мешай» в правовом поле. Но одна из первых линий – где находить баланс между столь разными и нетерпящими внутренней конкуренцией ипостасями в женщине. У меня международный бизнес и дизайн-бюро в Швейцарии. На самом деле мой бизнес еще и очень социальный, потому что я помогаю женщинам открывать свой собственный бизнес как раз в сфере фэшн и бьюти. А как все успевать, мне кажется, что это такая прерогатива именно женщин нашего региона, потому что изначально мы очень много вкладывали сил в развитие не только собственной карьеры, но и в семью, и в социальные какие-то проекты. Поэтому главная энергия. Если ты чувствуешь, что тебе это нравится, если ты излучаешь любовь, тогда, конечно, все получается, хоть и без трудностей. Отдельный женский трек проводится на Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Впервые». Социальный бизнес в основном на руках, то есть в руках, теплых руках, надежных руках женщины. Образование, медицина и другие сферы. И это никак не умаляет значение женщинам в дагестанской экономике. Конечно же, очень надо отметить, гендерное давление все равно сохраняется в республике, к сожалению. И женщине не столь легко, порой, по разным причинам открывать свое дело, развивать бизнес. Но когда она открывает, она очень удачно сочетает и бизнес, и семью, и политику. Это очень сложно, но все-таки мы стараемся сделать все в наших реалиях. И мы стараемся совмещать и семейную жизнь, и бизнес, и все остальное. Появление в розовом павильоне официальной делегации во главе с Раисом Республики Рустамом Минихановым и вице-премьером страны Маратом Хустулиным стало поводом для фотосессии и небольшим перерывом в обсуждении. Наш форум стал в 10 раз красивее после того, как вы появились. И вы являетесь вашим достоянием исламского мира. По расхожему выражению, мужчины деньги зарабатывают, а женщины их тратят. Сегмент халяль красоты в экономике один из быстро развивающихся. Красота и здоровье по стандартам шариата становится еще одной из центральных тем. Модератор Мисс Вселенная Бахрейн, как оказалось, с русскими корнями и высшим образованием финансиста. В мусульманских странах раньше было такое, что у женщины было мало прав работать, выходить куда-то без мужа и так далее. Сейчас же современная мусульманская женщина внесет в себе больше возможностей. И поэтому я бы хотела представить их в лучшем свете. В том плане, что участвую в конкурсе красоты, я, конечно, заявила о том, что мы, современные мусульманские женщины, они способны и быть матерями, и быть предпринимателями, бизнесвуменами, бизнесвумен. Да, поэтому это прекрасная тенденция. Очень рада бы находиться здесь. Плотный никап, но буйство красок и нестандартный кровь в моделях этого дизайнера. Модельеры и владелицы марок одежды говорят о мусульманской моде. Они ее формируют. То, что фэшн-индустрия для исламского мира является не только ДНК-кодом, но и мостом, связующий нитью между странами, сомнений не вызывает. Как и то, что женская дружба – один из элементов мягкой силы. Мы приехали, чтобы показать красоту Сенегала. Мы сотрудничаем с русским культурным центром «Калинка» в Сенегале, и мы привезли дизайнеров, чтобы участвовать в показе. Нам очень важно создать этот мост между Россией и Сенегалом, между Дакаром и Казанью. Моя цель на форуме – установление связи с женщинами-лидерами, бизнесменами, женщинами, которые занимаются социальными вопросами. Это и для роста дружбы, и возможностей взаимодействия между Камбожией, Россией и другими странами, ведь женщины вместе – это сила. Итогом работы трека «Женский взгляд» только в первый день стало подписание девяти деловых соглашений. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин. Семь дней. Напомню историю. Еще в 2005 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина Россия присоединилась к организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Первыми сопредседателями группы стратегического видения России – исламский мир были Евгений Примаков и Ментимир Шаймиев, которые заложили основу ее деятельности и традиции. Первый президент Татарстана, сделавший очень много для межнационального и межконфессионального согласия, воплотил в жизнь уникальную модель сотрудничества разных конфессий в отдельно взятой республике. Создал благоприятные условия и для развития ислама. Подтверждением этому стало вручение в 2007 году Ментимиру Шаймиеву международной премии короля Фейсала – очень авторитетной награды исламского мира. Это я к тому, что нынешний успешный форум «Россия – исламский мир» возник не на пустом месте. Он стоит на плечах гигантов. И это результат дальновидной внутренней политики в Татарстане, преемственности власти, авторитета руководителей, благодаря которым Татарстану доверяют в исламском мире. В настоящее время председателем группы стратегического видения России – исламский мир является раист республики Татарстан Рустам Мениханов. Очень точно и емко эту мысль обозначил российский вице-премьер Марат Хуснулин. Цитирую. «Именно доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами, причем не только в экономике, но и во всем многообразии нашего сотрудничества. Сегодня оно приобрело характер стратегического партнерства». Конец цитаты. 19 мая в Казанской ратуше прошло заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Тимур Бекмурзин с подробностями. «Мы очень разные, скажет посторонний человек, когда посмотрит на эти кадры. Внешне, по своим убеждениям, культуре, традициям. В Казанской ратуши на заседании группы стратегического видения «Россия – исламский мир» собрались около ста гостей практически со всего мира. Из России, Бангладеша, Египта, Палестины, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, представителям мусульманской уммы в этот раз присоединились и братья православные, волговец его святейшеством, патриархом московским и всей Руси Кириллом. И в том, что мы разные, наша сила, а не слабость, говорили участники заседания. Взаимообогащение культур, традиций, да и религий всем идёт на пользу, тем более, если в основе общие, неприходящие духовно-нравственные ценности. Это великий день, я бы даже сказал, великий период для всех нас. Форум в Казани и заседание группы стратегического видения под председателем Рустама Миниханова имеют стратегическое значение. Для всех религий, культур, неважно, ислам – это христианство, иудаизм, буддизм. Есть один лозунг – любовь и мир, и он всех объединяет. Ключевая тема этого заседания в Казани как раз была посвящена сотрудничеству с мусульманскими странами на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и межрелигиозного взаимодействия. Тема, актуальна и как никогда, подчеркнул, открывая заседание Раиса Татарстана и председатель группы стратегического видения России и Исландский мир Рустам Миниханов. Приветственное слово от лица президента России Владимира Путина зачитал вице-премьер Марат Хуснулин. Вновь столица республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран. Казань – место для проведения такого рода мероприятий, грандиозного исламского форума и заседания группы стратегического видения исключительно подходящие, говорили многие гости. Как отметил патриарх Кирилл, столица Татарстана, как никакой другой город России, зримо символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений и разных конфессий на благо страны и всего народа. В нашем благословенном городе мечети соседствуют с храмами, одинаково успешно развивается мусульманское и православное богословие, татары поздравляют православных с Великой Пасхой, а те, в свою очередь, приходят к мусульманам на их ифтар. Еще одна наглядная демонстрация такого мудрого подхода – колоссальная работа, которая проводится в Татарстане по сохранению объектов культурного наследия ЮНЕСКО под кураторством государственного советника Ментимера Шаймиева. Среди бережно сохраненных и возрожденных заново объектов и древние болгары, и православный остров Град Свияжский, и, конечно, Казанский Кремль. Эту работу по достоинству смогли оценить в дни проведения Казанфорума многочисленные туристы и гости форума. Самое, пожалуй, важное – это обретение нами духовности. Меняя облик этих исторических городов, меняемся и мы сами. Становимся лучше, добрее и сплощеннее. И не случайно девизом фонда возрождения стали слова «от души для души». Катарстан этим отличается, что любой человек может найти то, что он хочет. Ну, представим, атеиста, он сможет найти мероприятия, места, то, что ему нравится в Казани. Православный сможет найти свои реликвии. И то же самое мусульманин. Кстати, наш глава республики Раис дал это направление. Что он показал? Сказал прекрасное слово «халяль», «лайфстайл», «халяль» как образ жизни. То есть от колыбели до могилы должна быть инфраструктура. Лошка, она есть. Мы вместе с мусульманами на протяжении всей истории принадлежали этой стране, нашей стране. Мы жили в этом месте совместно. И вот этот опыт, исторический опыт совместной жизни и сотрудничества способствовал созданию совершенно особой атмосферы доверия и расположенности к диалогу друг с другом. Это единство подходов, убеждений, отношений к традиционным семейным ценностям очень сближает мусульманы православных в России и идет в разрез с западной идеологией вседозволенности, отходов от моральных принципов. Она проявляется по-разному. Эта идеология, говорили участники заседания в Казани, и в войне с санкцией, разведанных Западом, и откровенных военных угрозах, переходящих в разрушительные конфликты в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь и на Украине. Сегодняшний сатанизм под маской свободы и демократии сеет по всему миру хаос, насилие и терроризм. И этот сатанизм сеет хаос не только на земле, но и в неокрепших умах людей, навязывая чуждую нашим народам ЛГБТ-повестку. Вот поскольку мы это отвергаем, то для нас абсолютно неприемлемо противоестественное смешение полов и так называемая ЛГБТ-идеология. А для них приемлемо один из вариантов поведения. Мы говорим, этот вариант не соответствует воле Божией. Они говорят, вы не отсылайте ничего к Богу, потому что кто-то в него верит, а кто-то не верит. Как противостоять этой агрессивной западной повестке, где намешано все и военные доминирования, и экономические угрозы, и идеи нацизма, ответ, как небанально это прозвучит, в нашем единстве и мужестве противостоять этому тотальному злу. В экономике, говорили в Казани, нужно укреплять связи с проверенными и надежными партнерами. Для России сейчас это исламские страны. Хотелось бы также привлечь ваше внимание к необходимости всемирно развивать сотрудничество между Россией и исламским миром в сфере образования, в том числе и религиозно. Это будет способствовать лучшему пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общесивилизационного кризиса. Исламский мир в целом, он после начала специальной военной операции в Украине, он по сути не отвернулся от России, он ее поддерживает. Ни одна исламская сторона из 53-х не присоединилась прямым образом к санкциям. Каждый народ сам по себе мир, но не в отдельности. Земля круглая, шар. И поэтому эти встречи помогают укреплению взаимопонимания мира и согласия между народами во всем мире. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. Семь дней. Вне всякого сомнения, очень важный, я бы даже сказал, исторический визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла состоялся в эти дни в республику. И визит этот стал в несколько раз продолжительней, чем предыдущие два. Четыре дня продолжалась рабочая программа. Но дело в другом. Предстоятель Православной Церкви России продемонстрировал нам пример истинной веротерпимости, мудрости и соработничества двух ведущих религиозных конфессий нашей страны. И это было хорошим уроком, выражаясь библейским языком, для всех паршивых овец, которые иногда пытаются по любому поводу раздуть религиозный или национальный пожар в нашем обществе. Эксклюзивные детали визита патриарха у наших корреспондентов Диляры Юсуповой и Татьяны Тимошенко. Болгар как место притяжения. Сегодня это утверждение подтвердило само себя. Часы еще не пробили время прибытия патриарха в Сеаруси, а почетные гости уже столпились в библиотеке заранее. Представители из Ирана, как сами потом признались, впервые видят столько священных писаний в одном месте. Это Коран, который мы называем Екатеринский. По формату. По формату. Это мы нашли в одной из экспедиций. Здесь нет начальных первых страниц и в конце. Из истории мы знаем, что коронавидение все-таки впервые в Петербурге было. Считается, что и наборы, и шрифты Казань получила именно из подобных первоисточников. Благодаря своей распространенности в мусульманском мире именно текст казанских Коранов стал считаться каноническим по всему миру. Эта экскурсия всего лишь прелюдия главной встречи, которая должна стать еще одним вектором на пути к единству и солидарности. Без особых формальностей Патриарх входит в Исламскую Академию. Само присутствие представителя Русской Православной Церкви среди литмотивов исламской истории уже символ единения и содружества. И в этом содружестве, отметил Патриарх на встрече, мы обязаны объединиться. И православные, и мусульмане должны вместе противостоять угрозам основ западной и европейской цивилизации. Сотрудничество России с исламским миром сегодня приобретает очень важное значение некое новое их измерение. Мы становимся сегодня, как металлы, особенно близкими, потому что наши народы исповедуют действительно близкие духовные и нравственные ценности. Мы не разделяем навязываемые Западом нормы общественного поведения и морали. Мы не желаем признавать грех нормой, потому что это идет вразрез с самими основами нашего национального бытия и противоречит духовно-нравственным ценностям и традициям, которые проистекают из наших религиозных убеждений и которые испокон веков определяли жизненный уклад наших народов. Настоящий патриарх назвал временем, когда россияне должны сплотиться для защиты от врагов и ради будущего страны. Его слова звучали как вызов, почти проповедь, против искушений современного мира и за испытания, которые надо пережить. Поможет в этом двойная ответственность духовных лидеров. Снова за общины и за весь мир. За право сохранять свою духовно-культурную идентичность. Мы не хотим жить так, как живут они. Мы не хотим легализовать браки между одним и тем же полом. Мы не хотим, чтобы с детства ребенку разрушалось нравственное начало через какое-то там половое воспитание. И поэтому, конечно, мы как цивилизация бросаем вызов Западу. Но у нас есть надежда на то, что мы не единственная цивилизация, которая не желает идти по этому греховному пути развития. Мы в исламской цивилизации видим потенциальных друзей и единомышленников. Я надеюсь, что и представители ислама способны опознать в русском православии тоже и в русских православных людях своих единомышленников. Единомыслие взяло начало уже на пороге Исламской академии. С первых шагов представители исламской стороны выражают свое дружеское почтение и восхищение не только святыням Болгара, но и всему Татарстану и России. Я восхищен теми большими проектами, которые осуществляются в республике Татарстан. То богатое наследие, которое вы оберегаете, заботитесь и восстанавливаете, эти старинные рукописи на арабских и персидских языках – это прекрасная площадка для продолжения наших дружеских связей, как в культурной, так и в политической сферах. А вот патриархы Кирилла приветствуют священнослужителей, воспитанники приходской воскресной школы. Следующая точка пересечения – свято-авраамиевский храм, который встречает колокольным перезвоном. Своё начало храм берет с конца XIX века. В эту церковь меня провела моя прабабушка. Благодаря ей мы сюда стали ходить, знаем уже всех батюшек, матушек. Это очень сердечно открытый, искренний поток любви. Очень рад посетить это место и вместе с вами помолиться, прикоснуться к вашей духовной жизни и почувствовать сильную веру нашего православного народа. Вот то, что мы с вами в XXI веке сохраняем веру, наполняем храмы, является явлением божьего чуда. Сотни прихожан ждали патриарха у входа в храм. Такая же картина была и у соборной мечети, и у Успенской церкви. Особое внимание он уделил самому большому Корану в мире. Здесь под толстым слоем стекла хранится крупнейший в мире экземпляр священной книги ислама, символ города Болгар. Для Татарстана это место знаковое. Поэтому, мне кажется, когда в республике проходит такой визит на высоком уровне, как визит патриарха, нельзя было не посетить Болгар, тем более в одни исламского форума. Поэтому его святейшество прилетело сюда. Я вижу, с какой радостью, с каким сердечным чувством он принимал участие во всех этих мероприятиях. Мне кажется, нашему патриарху очень нравится Татарстан, Казань. И, конечно, он был рад посетить Болгар по настроению. Я заметил, что ему очень понравилось здесь. Свой визит патриарх московский в Сеяруси Кирилл в городе Болгар завершает здесь, в историко-археологическом музее. По пути он еще успевает зайти в Успенскую церковь и ознакомиться с Восточным мавзолеем. Но на этом его визит в целом в Татарстан не заканчивается. Предстоит еще встреча с Раисом Республики. И самое главное, это торжественная божественная литургия перед мощами Георгия Победоносца. Все подробности этого уже у Татьяны Тимошенко. Встреча патриарха в Сеяруси, Раиса Республики и висы премьера России проходит по православному обычаю. Здравствуйте! Мы вообще, как это, родные сейчас уже. Я стою вас, здравствуйте! На этой площадке президентского дворца Казанского Кремля патриарх и Рустам Мениханов уже осматривали виды. Первый визит состоялся в 2016 году на церемонию закладки собора иконы Казанской Божьей Матери. Также патриарх посетил тогда село Каипы и Свияжск. Два года назад он осветил воссозданный собор. Вот смотрите, у вас церковь? Да. Вот вещать. Да. Вот это и есть дружба народа. На официальной встрече говорили о важности объединения перед лицом общих вызовов и укреплении традиционных ценностей, о важности личного участия патриарха в работе группы стратегического видения «Россия и Исламский мир». Хотел бы выразить слова огромной благодарности. Вы очень серьезно подняли статус нашей стратегической группы «Россия и Исламский мир». Уверена, это будет серьезный шаг в укреплении отношений русской православной церкви с исламским миром. Нам очень важно вместе бороться с проявлением ксенопобии, экстремизма и терроризма. Сам факт того, что в России у нас вот такая толеранность и ваше присутствие, это просто неоценимый вклад в развитие нашего направления, особенно на восток, на юг. Одно из событий духовной жизни для всей России проходит здесь, в соборе Казанской иконы Божьей Матери, имеющей особое значение для нашей страны. В столицу Татарстана прибывает ковчег с мощами Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, символа державности. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых. Прибытие ковчега для верующих – большое событие и праздник. Будут даваться необходимые силы, духовные и телесные, в которых мы так нуждаемся в наших трудах. И чтобы эти наши труды всегда были жертвенны, всегда были пламенны, всегда были на основе нашей любви друг к другу, к ближним и дальним, на основе любви к нашему народу, к нашей священной республике и к великой России. Этот путь начался в день почитания великомученика. 6 мая на Поклонной горе в Москве патриарх дал старт Всероссийского молебна о Победе. Так знакомая нам Георгиевская ленточка – символ Победы, цвета дыма и пламени Георгиевского креста, учрежденного в 1807 году, высшей наградой для нижних воинских чинов за неустрашимую храбрость. Эти же цвета повторились и в 1943 году в Ордене Славы, также единственного солдатского ордена Великой Отечественной войны. Победа 1945 года пришлась на Егорьев день. Сейчас происходят трудные времена для нашей страны, и помощь наших святых, молитва святых православных очень нужна в Победе, для того, чтобы одержать победу добра над злом и для того, чтобы наши воины вернулись домой к своим семьям. Сегодня утром глава Русской Православной Церкви отслужил торжественную божественную литургию. В храме более тысячи человек. Это и день памяти Иоанна Богослова, напоминание, как важно слово и каков его вес. Ковчег с мощами Георгия Победоносца под охраной почетного караула. Одна из важных составляющих богослужения молебен о военнослужащих российской армии, о даровании победы и мира. Ковчег провезут поста городам страны 89 регионов. В своем обращении к духовенству и прихожанам, патриарх всея Руси еще раз подчеркнул важность и уникальность примера Татарстана, где на одной территории живут люди разных исповедований, согласия и взаимном уважении. Пример Татарстана, пример России, это великий пример для вот этого объединяющегося мира, где действительно в соприкосновения входят различные религии. Визит святейшего владыки на татарстанскую землю завершен. Это посещение республики по своему содержанию уже называют историческим. Татьяна Тимошенко, Диляра Исукова, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов, 7 дней. Национальная самобытность и религия. Ежегодный Всероссийский форум татарских религиозных деятелей впервые прошел в рамках Казань-форума «Россия. Исламский мир». Это ни много ни мало более тысячи делегатов из 76 регионов России. Они обсудили проблемы религиозного образования, сохранение татарского языка и другие. После завершения основной части форума делегаты сегодня приняли участие в ИСГ Булгарзине. В этом году у праздника, посвященному Дню официального принятия ислама в Овской Булгарии, есть уникальная особенность. Это выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда. Зуфар Давлетшин подробнее. 220 лет назад Казань стала местом распространения печатного Корана. Азиатская типография располагалась там, где ныне главное издание Казанского университета. «Казан-басмаса» вызывало чувство доверия к этому изданию. Я особо подчеркиваю доверие к казанскому «Басма» изданию, потому что было настолько выверено, проверено, чтобы не было допущено ошибок при печатании. С этого времени казанские издания Корана получили широкое распространение и признание как в России, так и за рубежом. Стоит отметить, что священная книга начала массово печататься здесь самими мусульманами на собственные средства. Отвратно, что традиция печатания Корана продолжается в Казани и в наши дни. Роль мусульман и работа с мусульманами для государства была государственной задачей. И такие решения на уровне власти были приняты. Государственная задача для мусульман как объединяющей силе ставится и сегодня. Об этом много говорили на Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей. Мы не теряем чувство братства, землячества, единения в языке. Это для нас очень дорого. Вот я скажу, что многие татары в 2014 году во время начала антитеррористической операции покинули территорию Донбасса, но сейчас возвращаются. Это дань уважения тому, что мы не забыты России, мы не забыты Татарстаном. Везде татар много, очень много даже. А мечеть он объединяет, они же все в мечеть идут. Даже есть люди, которые уже обрусели, которые уже язык свой забыли, но они все равно идут в мечеть. Даже православные приходят, они просятся мусульманам помолиться. Мы как имамы маленьких мечетей, я считаю для себя самое главное, что нам надо работать за сущие рукава. За сущие рукава в любом случае, в малом деле, в большом деле всегда надо начинать с себя. И надо вот эти формы нас объединяют. Глава нашего государства поручил Татарстану в лице Рустама Нургалевича миссию быть связующим звеном между Россией и мусульманским миром. Для татарского народа это характерно, что подтверждает древняя поговорка. Татарину переводчик не нужен. В то же время мусульманское руководство озадачено кадрово-национальным вопросом и тем, что объединение некоторые коллеги воспринимают как централизацию религиозных деятелей в крупных регионах. К сожалению, молодые выпускники религиозных учебных заведений не хотят уезжать в дальние российские регионы. Во многих мечетях у нас не хватает имамов, и этот вопрос давно не решается. В то же время молодые богословы из Средней Азии и Кавказа готовы там работать и безо всякого социального пакета. Тем не менее, и на федеральном, и на международном уровнях уже признается объединяющая и миротворческая роль мусульманских деятелей. Рустамин Иханов отметил, что для большинства собравшихся эта деятельность дополнительная, но не второстепенная. Вы – наша главная опора, вы – наше будущее. Если мы не будем тесно работать вместе, то никому это не будет нужно. Если мы хотим, чтобы у татарского народа было будущее, нужно собираться вот так вот, советоваться. Не вы нас, а мы вас должны благодарить. И мы благодарны вам за вашу важную работу. Благодарил присутствующих и представитель Курганской области, имам той самой татарской деревни Юлдус, в которой буквально за час сгорели более двухсот домов. Огонь пощадил только одну улицу и мечеть. Все в горе, но когда начали поступать соболезнования и помощь, люди ободрились, и в том числе я. И стали верить, что мы все-таки с нуля возродим наше старинное село. Человек очень с большой мудростью подошел в желании сохранения села, как исторического наследия татарского народа в первую очередь. Потому что это же не просто деревня, это деревня, село, которое имеет глубочайшую историю, уходит в века. Она даже старше тех городов, которые находятся в нашем регионе. О Ахмадуле Хазрати могу сказать, что как он проявлял себя и как он успокаивал людей, это может быть примером в первую очередь нам, его стойкости, его вообще понимание ситуации, владение ситуацией. На предстоящей неделе в Курганскую область выезжает очередной гуманитарный конвой из Татарстана. Об этом мы расскажем в следующей программе. А священная для российских мусульман земля, место, откуда стал распространяться ислам в Поволжье, тоже фактор объединяющий. Земля древнего Болгара в этот раз приняла и священные реликвии из Дагестана. Тот, кто видит волос пророка, его предметы, это равносильно тому, что видит самого пророка. Поэтому это очень большое дело. Самая большая наша реликвия – это наша общая Родина, для всех людей, для всех национальностей. У нас традиции разные, но Всевышний и Родина для всех одна. Для нас большая счастье, что на эти мероприятия приехал святейший патриарх всей Руси. Он сказал, что ислам и православие могут противостоять вот тем неправильным движениям, которые есть в мире. И это на самом деле правда. Когда мы будем вместе, нас никто не сможет победить. Поэтому я сюда приехал из Кавказа, чтобы быть вместе с вами, со своими братьями. Дай Аллах, чтобы было так же. Зуфар Довлетчин, Андрей Ключников, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борога сгада и из Гетеля Клер. Встретимся через неделю. До свидания. Май – это плавный прыжок в лето, а погода на предстоящую неделю этому подтверждение. Здравствуйте. Новая неделя порадует любителей жаркой погоды, высокими температурами и отсутствием осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя будет жаркой. В ночное время около 15 тепла, а в дневное время температура достигнет отметки в 29 градусов. Осадки маловероятны. На юго-востоке Татарстана на этой неделе также без осадков. В среднем температура будет варьироваться от 11 до 16 градусов в ночное время. Днем значительно теплее, до плюс 27. Осадки маловероятны и в центре республики. Несмотря на переменную облачность, будет сухо и жарко. Ночью около 13, днем до 29 градусов со знаком «плюс». Все выше температура на юго-западе Татарстана. Тут ясно и без осадков. Ночью плюс 15, днем до плюс 30. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя начнется с малооблачной погодой без осадков. Около 15 градусов тепла в ночное время и до плюс 29 днем. Несмотря на такие высокие показатели, сильный ветер присутствует во всех районах Татарстана. Берегите себя. Это были все новости о погоде. И помните, что май слишком прекрасен, чтобы тратить его на что-то, кроме радости. В студии была Аделина Зарифова. Смотрите ТНВ и будьте в курсе всех событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова